Мы с моей женой, Картавенко Татьяной Владимировной, профессором, врачом, неврологом, рефлексотерапевтом, получаем от вас, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, большое количество вопросов связано с тем, почему постковидное состояние центральной нервной системы, периферической нервной системы, сказывается, в первую очередь, не только на каких-то мозговых или периферических нервных неудобствах, но и на состоянии зрения. В этом смысле, я хочу вас, уважаемые коллеги, вернуть к тому, что еще в 1928 году, первый, практически, третий двадцатого века, в Париже, был собран первый международный атомологический съезд, на котором, как раз таки, рассматривались проблемы, нарушения зрения, связанные с перенесенным человечеством пандемией Испанки. И на этом съезде, с нашей стороны, советской, российской стороны, выступил наш знаменитый российский, советский врач, профессор Владимир Петрович Вилатов, который доложил о том, что именно состояние инфекционной патологии, а в первую очередь, именно состояние вирусных атак, приводит к тому, что, а теперь слушайте внимательно, нарушается смысл поведения очистки печени, смысл поведения желчи, смысл поведения системы пищеварения, потому что путь к слепоте, как сказал Владимир Петрович Филатов, во время вирусной патологии, в первую очередь, формируется нарушением обоняния, а мы с вами об этом уже говорили, и мы, с Татьяной Владимировной, пытались, по крайней мере, вам объяснить, с чем это связано, с точки зрения компенсации со стороны желудочно-кишечного тракта, его центральных представительств, со стороны зрения, и со стороны тактильности. И вот теперь, разбирая это сегодня, на современном нашем языке, в 21-м году, мы, конечно, в 21-м веке, мы, конечно, с вами должны сказать, что это очень справедливо, в том смысле, что мозг выключает обоняние, мозг выключает зрение, мозг выключает тактильность, именно с точки зрения гашения тех уже наработанных инструментов, институтов, коферментов, ферментов, тех основных инструментов пищеварения, которые позволяют нам и принимать пищу, и утилизировать ее, и получать энергию, и расставаться с отходами нашей жизнедеятельности, для того, чтобы правильно, здорово или здорово функционировать. Поэтому, большое количество проблем, на сегодняшний день, связанных с ковидным и с пусковидными состояниями, как раз таки, повторяют те же самые тезисы, которые были представлены нашим знаменитым врачом-окулистом в 1928 году. В связи с этим, я хочу и себя лишний раз порадовать, и вас порадовать, уважаемые коллеги, тем фактом, что в Париже, в этом же году, может быть, даже я не имею конкретно, но я точно знаю, что в этом же году, наш, наш знаменитый профессор Филатов, встретился с одним из знаменитейших глашатаев, современной рефлексотерапии, европейской рефлексотерапии, профессором Жоржем Суле де Мораном. И, как раз таки, были выпущены тезисы, так называемые, филатовско-морановские тезисы, которые были посвящены тому, что Моран показал и рассказал Филатову о том, какими традиционными, с точки зрения восточной, а в первую очередь, китайской медицины, можно контролировать состояние очистки печени, можно контролировать состояние работы желчного пузыря. И, один из первых современных врачей, рефлексотерапевтов, заметил о том, что сохранение желчного пузыря является ведущим постулатом, с точки зрения сохранения органов чувств и, в первую очередь, органов таких чувств, как орган зрения. Продолжение нашей темы, посвященной катаракте, на которой мы получили огромное количество просмотров и отзывов и, соответственно, вопросов от вас, что делать, как делать, как себя вести, почему меняется характеристика зрения именно в постковидном периоде, мы лишний раз вам хотим напомнить о том, что меняется сама конструкция поведения жиров в человеческом организме. Если считанные, ну, условно, конечно, считанные, единицы изменений со стороны таких инструментов, как неврит, не травматического происхождения глазного нерва, как нарушение зрительных оболочек в области зрительного бугра, как нарушение формирования зрительного образа, с точки зрения развития неспецифических катаракт, неспецифических головком, на сегодняшнее время, конечно, начинает занимать ведущее в этом плане состояние, потому что меняется сама, я повторюсь, сама химическая конфигурация поведения жира на уровне клетки, меняется поведение тех самых жиров, которые обеспечивают качество и количество наших мозговых реакций, меняется количество и качество поведения самых нейропсин, вот этих самых частиц, или нейропептидных оснований, которые формируют устойчивые сигналы со стороны периферии к центру, и со стороны центра к периферии. Поэтому лишний раз хочется вернуться к тому, что есть некие медиальные, то есть срединные инструменты, которые очень хорошо в этом плане помогают для сохранения зрения, для сохранения всех этапов построения глазного самого института, а это у нас очень большой объем информации, поэтому мы сегодня не об этом, а от того, что я сказал о каких-то упрощенно срединных методах, которые хорошо помогают сохранять качество зрения человека или человеку на всех этапах, в первую очередь на этапах переноса или перенесения постстрессовых ситуаций, потому что это всегда спастика, атоническое состояние, после спазма у нас всегда наступает атония, ровно так же, как и обратный у нас получается механизм, когда атоническое состояние, рефлекторно у нас скупируется, или заканчивается спастическими состояниями. Кстати сказать, отсюда и большое количество локальных глазных проблем, которые связаны с изменением внутриглазного давления постковидного, внутричерепного давления постковидного, нарушения устойчивого состояния со стороны шейного отдела позвоночника, нарушение первых нескольких грудных позвонков, то что относится к воротниковой зоне, это нарушение тактильности со стороны, особенно больших, указательных и средних пальцев, это изменение, очень быстрое, в области фасций, ладоней, это очень быстрое, чуть ли не молниеносное изменение, с точки зрения склерозирования кожных поверхностей, это развитие псориатических изменений, начиная от кожных проявлений, и заканчивая псориатическими артрозоальтритами. И возглавляет, или в основании всего этого, а в данном контексте, это практически одно и то же, лежит у нас то, что Татьяна Владимировна в свое время, Картрайвенка, гениально обозначила термином желчелогика. Как только у нас происходит нарушение желчелогики, инструмент нарушается, инструмент нарушается в части очищения печени с последующим развитием, с последующим выделением желчи, инструмент нарушается с выведением желчи из печени в желчный пузырь, нарушается сама логика созревания, я подчеркиваю, желчи в желчном пузыре и ее логическое выделения в просвет двенадцатиперстной кишки, пять органов чувств, о которых и говорил Филатов, и о которых говорил Соледемаран, и о которых мы, извините за искромность, продолжаем говорить, конечно, теряют под собою основания. И наступают изменения в тех или иных видах соединительно-тканных институтов, которые жиждятся на коллагене, которые жиждятся на эластине, которые жиждятся на посадительной ткани. И какую бы в этой части проблемы мы не брали, или со стороны сосудов, или со стороны сосудов кровеносных, или со стороны сосудов лимфатической системы, или с системы нервного обеспечения, нервных кучков, мы наталкиваемся на эти проблемы. Нарушение коллагена, нарушение эластина, нарушение со стороны фиброзных тканей, а это у нас и фибролизин, это у нас эфибрин, это у нас тромбообразование, это у нас различные атеромы, это у нас различные гигромы и так далее, так далее, так далее по списку. Поэтому, естественно, мы не собираемся, Татьяна Владимировна, сегодня устраивать вам общую медицинскую пропедевтику ведения вас в медицине, а остановимся на медиальных, средних, доступных инструментах, которые помогут вам сохранить ваше зрение. Давайте вернемся к нашему замечательному профессору Филатову. Знаменитая, в свое время, на всю Одессу, знаменитая на всю Украину, а потом на весь Советский Союз и, соответственно, на всю Европу, знаменитая намазка, замазка Филатова, которую сам Вадим Петрович называл тыквенно-сливочным маслом. Что для этого вам нужно сделать? И что делает тыквенно-сливочное масло? Тыквенно-сливочное масло, в виде бутерброда на масочке, очень хорошо снимает напряжение в области ротовой полости, которая сопровождается и во время вирусных или бактериальных, или вирусно-бактериальных атак, развитием нарушений слизистой оболочки, развитием стоматитов, развитием ангины, после ангинных состояний. Для этого просто берется тыква, варится, размалывается до масляничного, или для мусса подобного состояния, вводится в теплое, мягкое сливочное масло, размешивается и остывается, и в какой-то посудочке оно у вас на льду или на холоде хранится. Захотелось вам улучшить качество зрения, пожалуйста, намазали на бутербродик, скушали. Захотелось вам спокойно ночью спать, потому что тыква и сливочное масло очень хорошо помогают успокоиться печени. Намазали, опять же, на печеньюшку или на какой-то кусочек хлеба съели, запили теплым чайком. Какие-то есть у вас оперативная необходимость решения быстрыми мозговыми штурмами решить какую-то проблему, опять же, вы пользуетесь тыквенно-сливочной намазочкой. И помните, пожалуйста, о том, что у нас в запасе, а я объединяю ваши усилия с нашими усилиями, помимо этих упражнений, есть наша знаменитая троица. Препарат доктор Желч, препарат нейробелит и препарат панкреобелит. По своей функциональности они очень хорошо как раз таки соответствуют тем установкам, о котором сказал великий профессор Филатов в Париже в 28-м году прошлого века. В первую очередь, это нарушение обоняния, которое мы очень хорошо купируем нейробелитом. Во вторую очередь, это нарушение зрения, которое мы очень хорошо купируем доктор Желч. И в третью очередь, это изменение тактильной чувствительности, мышечно-двигательной чувствительности, которую мы замечательно купируем нашим панкреобелитом. Помните о том, что троица наших препаратов вместе с группой тех упражнений и знаменитого тыквенно-сливочного соуса профессора Филатова, позволит вам выйти из постковидного пространства с открытым забралом, ясным и четким взором на весь наш замечательный любимый мир. Подробно, подробно о наших достижениях вы можете услышать в нашем очередном вебинаре, ссылка на которое находится под этим видео. Милости просим, приходите, записывайтесь, воздействуйте на себя нашими упражнениями, принимайте наши препараты и с большим аппетитом и удовольствием кушайте знаменитые тыквенно-сливочное масло профессора Филатова. Будьте здоровы!